Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Трузовудс, через лес. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что игра очень интересная. Такой налет фольклора, даже не налет, а здесь именно фольклор, постоянно и непрерывно. Тролли и как их там, Никсы, по-моему, называются. Вот эти вот существа, которые в воде прячутся, про которых мы записку читали. Очень круто сделано. Продолжаем искать нашего сына, которого украли для того, чтобы провести жертвоприношение. Старый Эрик. Украл его. Так, ну здесь, по крайней мере, не будет троллей, потому что есть здание, в которое можно забежать, легко от них спрятаться. Но, в принципе, может быть что-то другое. Так, мы можем пойти направо. Там костер горит. Но нам скорее вот туда. Опа, записка, я даже не заметил. Варгов. Всем трудоспособным мужчинам и совершеннолетним мальчикам. Скоро царствованию хати и скола в туннелях придет конец. Мы планируем отловить варгов в ущелье на горном перевале. Каждый мужчина и совершеннолетний мальчик должен явиться к двери в Видарби до рассвета на третий день нового месяца. Мы заманим чудовищ в ущелье Требухой и запечатаем дверь за нечистыми братьями. Неявка будет караться красным железом, что ли? Это имеется в виду, что будут прижигать их или как? Может быть и так, очень жестоко. Видимо, теперь у нас будут противники варги. Хорошо, интересно. Так, давайте сначала сходим туда. Просто осмотримся. А здесь... Елки-балки, я испугался. Так, на нас ничего не выскочит. Но интересно же посмотреть, что там. Черт, как бы заглянуть. По-видимому, это опять-таки фантом звуковой. Может быть, там мясник какой-то работал. Ничего не могу заметить. Видимо, это просто, чтобы нас напугать. Подействовало. Действительно. Так, пусто. Ничего интересного. Туда мы вроде как... Да, там некуда идти. Но это мы, по идее, возвращаемся. Просто такой круг сделали. Сейчас посмотрим, что в этом. Эй, открывай дверь! Мне нужно найти моего сына. Господи, где мой сын? Дети умерли, Эрик. Все умерли. Я не Эрик. Я думаю, что он у меня сына. Кто он? Что он будет делать? Если Эрик умерли, Эрик, умерли. Нет, не будет надеяться. Теперь, отзывайся от моего дворца! Ладно, ладно, всё. Ой-ой-ой-ой. Сцена красивая, да? Так, мы можем туда пойти. Давайте вначале осмотрим здесь. Вот этот домик. Его мы пропустили, мы его, точнее, обошли просто по кругу. Так, а где? А где вход? Так, вроде ничего нет, записки никакой нет. Можно просто уходить, хорошо. Что-то там. Мы ведь оттуда пришли, да? Значит, ничего интересного. Так, пойти по левой стороне или по правой? Давайте здесь посмотрим. Вот это помещение. О, записка, отлично. Пропавшую дочь. Рассказы жителя деревни. Будь проклят, старый козёл Эрик, будь он проклят, наутро пропал и Арун. Наверняка это его рук дело. Ещё не было ни в коло, его не было ни в колодце, ни у моста в деревне. Но Арун всегда боялся воды. Следы ботинок были под окном и в комнате, у кроватки Еруна. Он пришёл на пять с лишним лет раньше времени. Почему? Что его привело? Только подумать. Мою девушку тащат на эту гору. Навстречу такой судьбе. Жители деревни собрались и решили, что волк нарушил договор. Должно быть, проклятое чудовище желает больше детей, чтобы утолить свой нескончаемый голод. И мы согласимся на такую несправедливость? Мы должны. Мы бессильны его остановить. Блеяли они. Бессильны. Мужчины говорят, что это всё ради высшего блага. Осталось только плюнуть им под ноги и распрощаться с трусливым стадом. Не могу больше видеть дом Эрика на холме. Так, немного я запутался. Сначала вроде как про... про Яруна, про мальчика говорится, потом про какую-то девушку. Я так думаю, просто немного неправильный перевод. Так, а что здесь? Посмотрим просто. Стоп, а мы можем... Нам, видимо, как раз-таки именно сюда нужно, поэтому давайте сходим обратно. Мне просто любопытно посмотреть, что там. Стоп. Нет, здесь мы не пройдём. Ага, так мы по идее... Стоп, а где я видел ещё здание какое-то, куда я хотел попасть? Видимо, это оно и есть, да? Но мы туда попасть не можем таким образом, окей. Идём туда, куда можем. Вроде как единственный путь пока что. Тем лучше. С одной стороны, не хочется ничего пропускать, но с другой стороны, не хочется особое время тратить. Всё-таки сына спасать нужно. Его там убивать собрались. О, благодарю Богу. Здравствуйте. Извините, мой сын был убран, и я просто... Субтитры сделал. 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 Где Лэрик? С нашим ребенком. Так, опять-таки, развилка. Куда пойти? Здесь путь наверх. А здесь... Может здесь тупик вообще? Да. Или нет? По-моему тупик. Ладно, пойдем наверх. Кстати, мы вышли из безопасной зоны. Из поселка. Здесь уже могут быть и тролли, и кто угодно. Так, здравствуйте. Приехали. Опять развилка. Но я пойду налево. Это что за тень такая? Тихо, тихо, тихо. Я испугался звука калитки. Ага. Понятно. Бояться нечего. Еще один повешенный. Да что у вас здесь происходит в деревушке? Как вы тут живете, люди? Вы что? Туда мы не пройдем, только лишь сюда можем. Они все мертвы? О, Господи. О, Господи. Их отравили? Жесть. А мы ведь здесь проходили только недавно. И этого ничего не было. Может быть наверху, на втором этаже, что-то изменилось? Ай-яй-яй, не застревай. Похоже... Да что ж такое? Давай, забирайся, забирайся. Это вот управление здесь не очень удобное. Персонаж такой неповоротливый. Ощущение, будто бы мы играем персонажем, который весит килограмм 300. И он настолько неповоротливый, что им просто... Да ужаса неудобно управлять. Ужас какой. Какие страшные сцены. Опа. Почитать можно. И ребенок даже. Даже ребенок есть мертвый. Ужас какой. Сейчас узнаем, что произошло. Праздник и смерть. Рассказы жителей деревни. Эта ночь несет и радость, и печаль. На нашем пропащем острове, наконец, не осталось детей, кроме моих двух малюток. Эрик и его проклятый волк чуть не лишили нас наших крошек. Все мы знаем, какая судьба ожидает того, кто нарушит договор с волком. Сегодня мы устроим пир для всех, кто пожелает прийти. Мы будем веселиться в хорошей компании. И пусть боги гордятся нами снова. Если эти дураки вообще когда-то нами гордились. Когда мы выпьем достаточно, чтобы не бояться, мы выпьем еще и капельку отравы. Потому что здесь нас больше ничего не держит. А своих родных я повешу на балках. Негодяй не запятная честь моей семьи, скормив мое дитя к самым ужасным существам из всех девяти миров. Да простят нас, проклятых дураков, боги. Давайте пить и веселиться за нас. Немного перевод хромает, поэтому... Я был прав про жертвоприношение, в общем. Мы идем тем же путем, которым мы шли днем, когда было светло. Так, вижу записку. Так, здесь никак нельзя подняться наверх. Ну, видимо... Стоп. С той стороны вроде как можно. Да. Вот. Но здесь нет ничегошеньки. Ну, читай, читай. Берегитесь. Хирт. Здесь охотится Хульдра. Эта паскуда пожирает все, что может поймать. Если вам нужно здесь пройти, держите при себе зажженный факел. Проклятая тварь ненавидит свет. Дозорная. Хульдра. Видимо, нужно будет быть очень аккуратным. Эй, включи, включи. Вообще, мне бы сейчас сохраниться. Очень хотел бы сохраниться сейчас. Краем уха. Где-то что-то я только что слышал. И это что-то мне не очень понравилось. Так, светить светом на нее, если что. Что такое Хульдра вообще? Как оно выглядит? Оно вообще по земле ползает или как? Или по деревьям скачет? Куда смотреть? Пожалуйста, дайте мне сохраниться. Вы слышали? Где-то далеко-далеко был крик. Очень неприятный. Я не слышу, мы такой. Ой-ой-ой. Чем дальше иду, тем страшнее. В особенности от того, что я вообще не понимаю, чего нам нужно бояться сейчас. Какую-то Хульдру. Что это такое? Что оно может сделать? Ох, сохранение, да? Отлично. Как по заказу. Теперь можно уже не так бояться. Какое дерево стремное. Голое такое. Так, подняться повыше. Понять, куда нам вообще нужно. Ага. Мост один, так что вариантов нет. Окей. Так, мне показалось? Мне показалось, что мелькнули какие-то глаза. Может быть, отражение. Так, ну судя по всему, нам туда. А наверху что-то есть? Может быть, там какая-то записка? Давайте посмотрим, сходим. Ага, мы не сможем, да? Ну, вроде ничего и нет. Главное, случайно не выключить фонарик. Иначе может быть, пока мы идем с фонариком, мы в безопасности. Хотя я очень сомневаюсь в этом. Так. Куда идти? Блин, музыка меня пугает сейчас больше всего. Ребята, вы видели там? Вон оно, вон оно. Так. Света боится, Света боится, Света боится. Уходи. Я надеюсь, она одна, эта тварь. Нужно постоянно знать, с какой она стороны. Чтобы со спины нас не обошла. Из-за громкой музыки ее совсем не слышно. И она может спокойно нас догнать и напасть со спины. Вот я хочу пойти сюда, но я боюсь, что опять-таки вот именно не услышу ее. Вроде нету. Ну-ка, давайте быстренько. Вы слышали это? У-у-у-у. Где ты? Где ты? Черт, со всех сторон может напасть. Услышал, услышал ее. Беги, беги, беги. А я пока что сюда. Так, она сейчас где-то там должна быть. Или там. Черт. Вон, вон оно. Бежит, бежит, бежит. Уйди, противный. Уходи, уходи. Не хочу я тебя. Я не буду с тобой дружить. Уйди. 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 Плохой мальчик. Или девочка, или... Че ты такое там? Ульдра. Я бы тебя другим словом обозвал бы. Так, за деревом. Чуть-чуть могу пробежать. Ты что, не одна здесь? Да ладно. Или это она одна просто обежала как-то по кругу очень быстро. Мне бы сохраниться, пожалуйста. Вот сейчас реально музыка очень мешает. Очень мешает. Я прислушиваюсь, чтобы услышать эту тварь. Так, бежим быстренько. Сюда давайте. Возле стеночки. Где? Да, подождите, да... Уйди, 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 уйди. Да кс... Я не могу понять. Подождите, это... Либо она телепортируется, либо это... Их несколько. Ёлки. Вон, видел, где-то там, за деревом. Вон она, тварь. Уйди, хвостатая. Так, видимо, зря я наверх поднялся. Или нет, или... Ай! Я... Ладно, допустим, так и надо. Как я здесь оказался? И как мне теперь... Я могу вниз как-то спрыгнуть? Я не убьюсь? Блин, это будет очень неприятно, если сейчас из-за этого бага. Я убьюсь тут. Где ты? Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух, так, я внизу. А ты где? Немного проходим и осматриваемся. Такую тактику будем использовать. Подходим к какому-то безопасному месту, к стеночке. Так, здесь есть проход. Отлично, сюда нам было и нужно. Так, фонарик, первым же делом фонарик. Продолжение следует... Я просто хотела, чтобы они боялись. Это сделает меня монстром, тоже? Нет, мы здесь не перейдем... А, стоп, мостик есть. И опять-таки развилка налево или на... Давайте к двери подойдем, хотя мы ничего не нашли, чтобы эту дверь открыть, поэтому... Хотя кто его знает? Да, ничего не могу сделать. Ну окей, тогда идем куда-нибудь. Я не знаю, стоит ли мне еще фонарик держать включенным, но... На всякий случай, давайте так обезопасим себя от этой хульдры. Что? Что? Действительно, вот она. Иди сюда, иди сюда, не боюсь я тебя. У меня есть фонарик. Понятно тебе? А если еще и сохранение найдется... То я вообще буду бес... Страшен. Ну ну иди сюда, а ну пошла. В будку? В будку сказал. Хе-хе-хе. Место. Ой, я чувствую сейчас... Доиграюсь тут. Допонтуюсь. Вместо опасное может сверху атаковать. Уйди. Оббежит, наверное, нет? Чего-то знает. Давайте по чуть-чуть продвигаться. Ну хорошо, хоть сейчас музыки нету громкой, и можно... Заранее прислушиваться. Вот. Ну пошла. Ну пошла, кому сказал. Стоп, мне походу не сюда. Или мне в воду. А ты воды не боишься? Походу для нее это препятствие. Так, ну-ка давайте-ка мы прикроем... Калитку. А, черт, ну ладно. Просто думал, чтобы услышать ее... Если она будет проходить. Сохраните. Сохраните. Сохраните, пожалуйста, меня. Вот. Отлично. Сохранение. И как в тему, смотрю сейчас просто по времени. Как раз достаточно для серии. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok